Районному телевидению в этом году исполнилось 25 лет. Все эти годы журналисты держат октобинцев в курсе новостей, оказывают различную информационную помощь. Охват вещания в последние два года заметно снизился, поскольку у телевидения нет доступа в кабельные сети. Задачу войти в кабель сегодня решает новое руководство компании, при этом эфирное вещание планируется сохранить. Мы ведем сейчас переговоры с нашим постоянным сетевым партнером, компании НТВ, с которым мы сотрудничаем уже много лет, не первое десятилетие. Они готовы продлить с нами договор, чтобы мы вещали в аналоге через Антеллы и в следующем году далее. Почему я начала с аналогового вещания? Это то, что у нас на сегодняшний день есть, но, к сожалению, никакой работы разъяснительной с населением не проводилось. И наша задача сейчас провести эту разъяснительную работу и помочь людям подключиться. Технически это возможно. Это не сложно. Людям, вот как Алексей Анатольевич спрашивает, не нужно будет тыкать эти переключатели. То есть это все можно будет пультом делать. Мы охватим частный сектор, мы охватим Воскунчак. По поводу трудностей, которые, ну, переключения, да, тут хочется сказать, что вот пока шел вот этот масштабный проект на цифровое, да, телевидение и переход, это уже отработанная программа, да, можно так сказать. Вот у нас есть общественное движение «Молодежку вернее», и они очень продолжительное время занимались тем, что помогали бабушкам переключать приставки на цифровое вещание. То есть, в принципе, если нужно какое-то содействие, я готова подключить нашу молодежь и, ну, как бы в порядке волонтерства, да, проводить вот эту разъяснительную работу и помочь с переключением. Это очень здорово, потому что у нас были такие мысли, что можно будет привлекать волонтеров. Второй вопрос – это кабель. Да, действительно, два года телевидения «Ахтубинская» не вещает в кабеле. Такая возможность техническая и правовая появилась у «Ахтубинского» телевидения. Прежний директор Дурнев Андрей Геннадьевич заключил, действительно, он сделал большое дело, он получил лицензию на кабельное вещание, лицензия пришла в августе. Работы по вхождению в кабельное вещание предстоит еще немало. Однако лидеры общественного движения в Ахтубинском районе уверены, что местное телевидение восстановит прежние позиции. И это будет большим плюсом для всех жителей. Ахтубинское телевидение, я думаю, оно нужно каждому, всем, потому что привыкли мы уже жители, через Ахтубинское телевидение буквально транслируется все, и жизнь районная, и жизнь города. Обращаются и ветераны особенно, когда не видят Ахтубинское телевидение, говорят, чего-то не хватает. Вопрос в том, что не каждый ветеран в интернет залазит, честно говоря, чтобы посмотреть вот те передачи, которые вы делаете. Делаете, конечно, много, что там говорить. И вот даже последнее, мы после нашего первого заседания, газета Ахтубинская правда изменилась. Сейчас интересно ее читать. Каждый номер, я прочитываю от корочки до корочки, стало интересно. Много новостей. Есть интервью и главы района и так далее. Другие вопросы. Это молодцы, спасибо вам большое. Поэтому те предложения, которые поступили от директора, очень нас заинтересовало. И думаю, что мы действительно при таком тесном контакте у нас будет все очень хорошо, особенно по телевидению. Предварительные итоги завершения сельскохозяйственного года озвучил Виктор Татаринов. Растения воды произвели 274 743 тонны продукции. Это почти на 16 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. Под овощными культурами в 2019 году было занято 3 177 гектаров. Произведемо продукции 173 981 тонна. Средняя урожайность составила 62 тонны с гектара. Реализована овощная продукция уже на сегодня 63 740 тонн. За урожайность на хранение, а это прежде всего лук, конечно, лук и картофель 59 818 тонн. Докладчик отметил, что сельхозтоваропроизводители активно участвуют в различных проектах, где предусмотрена хорошая государственная поддержка. Это и начинающий фермер, и семейная ферма, и программа по мелиорации. Это и закупка насосов, труб, и укладка. В рамках этой программы государство субсидирует до 60% затрат. У нас в этой программе участвовали уже фермеры в начале 2019 года. Цапко, Мерманово и Шенгалеев. Сейчас также мы планируем до конца года еще провести работы по мелиорации, и, соответственно, предоставить документы Министерства сельского хозяйства Астраханской области для получения субсидирования. Поддержка фермеров – это хорошо, говорили участники совещания. А вот как насчет поддержки потребителей, которые ждут больше продукции по доступным ценам? Прозвучало даже предложение устраивать больше ярмарок. Возможно, это поможет снизить цены, к примеру, на мясо. Сколько фермеров продают свое мясо на рынках сами. Если у фермера несколько сот голов, он не может себе порой позволить стоять на рынке. Вы предлагаете их заставить? Зачем? Как? Что вы? Тогда интересно, что вы предложите. Я предлагаю ежепартально во всех кварталах города организовать ярмарку по продаже мяса, мясных продукций. И фермер становится больше. Для того, чтобы у нас подешевело мясо, надо действительно увеличить производство. Если говорить, что у фермеров нет доступа на рынок, есть, потому что у нас половина мясных прилавков пустыни. Фермеры не идут и не торгуют, потому что им невыгодно. Мелкая розница. Они продают, если это фермер, он занимается это серьезно, сразу продают это оптом. Фадулаев еженедельно торгует на центральном рынке у нас фермер разботает и Фадулаев. На спутнике у нас открыт магазин мясной, где непосредственно фермер-производитель торгует своим мясом. Единственное, что я могу сказать, допустим, я согласен с тем, что если мы не берем с фермера деньги за вот это предоставленное место, если он бесплатно там стоит, тогда, конечно, это в какой-то степени снижает его расходы на торговлю, и это, в принципе, может отразиться на цене. Ну и должно, наверное, отразиться на цене. Вот здесь, по крайней мере, с руководством колхозно-фермерского рынка об этом сейчас, в принципе, договорились. Он там сейчас проведет какие-то изменения у себя, он готов нашим фермерам представлять бесплатные места для торговли. С отчетом о деятельности Центра социальной поддержки семьи и молодежи выступила Татьяна Кабдунова. Она рассказала о взаимодействии с другими учреждениями и общественными организациями. Совместная работа направлена на духовно-патриотическое воспитание детей и подростков, вовлечение молодежи в творческую, а также спортивную жизнь, в участие в делах общественных. Проводится традиционный открытый перерыв по селовому многоборью среди юношей, весенние и осенние соревнования по спортивному ориентированию, ориентирование шоу. Проводится в этом году впервые мы для студентов весной провели мастер-класс по стрельбе с мематических винтовок и пистолетов. Защитник 2019 это мероприятие проходило для учащихся автодорожного колледжа и для студентов МАИ. Волонтерская деятельность занимается у нас традиционно в преддверии празднования 9 мая. Георгиевская ленточка проходит, наши волонтеры становятся участниками бессмертного полка, помогают организовывать, выстраивать колонны из учащихся. Надо отметить, что в рамках волонтерской деятельности помощь ветеранам у нас появилось такое направление, как цифровой волонтер, то есть это оказание помощи, как уже сегодня говорилось, актуально. Также участники совещания обсудили тему предоставления льгот подчетным гражданам Ахтубинского района, методику формирования районного бюджета и другие. Татьяна Фомина, Виталий Просучкин, Ахтубинск ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok